Здравствуйте! У нас сегодня в гостях начальник отдела по вопросу молодежной политики Александр Викторович Полфунтиков. Александр Викторович, здравствуйте! Добрый день! Я знаю, что в прошлом году у вас был высокий показатель в работе. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать в прошлом году и каких высот достигли? Да, прошлый год у нас был достаточно интересный, очень насыщенный. Ну, не говоря уже о том, что это год волонтера, о котором мы, наверное, поговорим чуть позже. Безусловно, был интересен. Мы, если по показателям, наш военно-патриотический клуб «Пост номер один» стал одним из лидеров в Краснодарском крае по организации работы. В тройке он у нас находится. Это очень почетно, мы этим гордимся. Следующая циферка – это количество мероприятий, в которых муниципальное образование, отдел молодежи, ну и, соответственно, все наши волонтеры приняли участие. Мы приняли участие в 93% всех мероприятий, которые проводились на территории Краснодарского края, ну и вне его, когда мы направляли наших волонтеров, например, в Москву, в Ростов, они у нас на различные форумы и съезды ездили. Мы тоже являемся лидерами по этому показателю, что тоже, безусловно, приятно для нас. 2018 год был объявлен Годом волонтеров. Скажите, пожалуйста, ведь у отдела молодежи очень много волонтеров, которые приносят большую пользу не только отделу, но и городу, но они выделились, выделились на федеральном уровне. Расскажите, пожалуйста. Да, это тоже наша гордость, наше достижение. По цифрам есть ли у нас их почти полторы тысячи. Но самые главные цифры в этом направлении у нас следующие. Если сравнивать 2017 год с 2018, то по количеству проведенных мероприятий, именно направления волонтерства, 123 мероприятия было проведено в 2017 году, 353, три раза почти больше, в 2018. А по количеству принявших участие людей в этих мероприятиях, 2017 год с 9 тысяч, около 9 тысяч, а 2018 почти 41 тысяча. То есть это, безусловно, скачок. И мы, когда подводили отчетность итоговую, когда готовили свои материалы к сдаче, были сами несколько удивлены, даже пересчитывали, потому что цифра хорошая получилась. Ну и, как не сказать о Наталье Федоренко, это наш волонтер, это ученица школы номер 2, которая попала в финал федерального проекта всероссийского. Добровольцев со своим проектом «Талант на кончиках пальцев». Она ездила в составе делегации Красноярского края. К сожалению, дальше не получилось пройти призовое место в финале занятий. Но, тем не менее, сам факт того, что она до туда дошла, это очень хороший, скажем так, посыл. Немножко там не хватило по качеству немножко организации проекта, она его сама делала, просто опыта не хватило. Но будем исправляться. Будем исправляться. Ну, наш волонтер Александр Коробкин, например, мне кажется, уже все слышали о нем, все знают, о котором мы рассказывали, фотография которого направлялась у нас в край, на День молодежи. Ее показывали, в числе прочих, на большом экране, на площади, на улице Красной. Это Александр Коробкин. Он у нас занимается тем, что оказывает социально-бытовую помощь ветеранам. Так вот, за 2018 год он совершил, мы почитали, 296 выходов на оказание социально-бытовой помощи, учитывая, что у нас 365 дней в году, и человека, человек почти каждый день выходил и оказывал помощь. Это тоже безусловная заслуга, конечно. Вы называете сейчас цифры, а ведь за этой сухой статистикой большая работа людей. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, ведь есть люди, чьи имена стоит назвать. Да, коллектив очень хороший у меня, я им горжусь, и всегда об этом говорю. Очень слаженный, и достался он мне таким от предыдущего руководителя Людмилы Викторовны Агеевой. Просто по имену назову и поблагодарю. Это руководитель молодежного центра нашего «Формула-1001» Людмила Виктора Попомзова. Это начальник отдела патриотического воспитания Хохрин Павел Валерьевич. А перед ним очень долгое время работал у нас Бурлуцкий Станислав Владимирович. Ушел сейчас в край, работает в Краснодарской крейсерско-парусной школе. Это главный специалист отдела по вопросам молодежной политики Иванова Екатерина Александровна. Это специалисты «Формулы». Это Меньшуткина Дарья Сергеевна, которая ведет очень серьезное направление антиэкстремизма и антинарка. Это Мещеркина Манана Автандиловна, которая занимается работой с трудными подростками. Это Безмалый Дмитрий Анатольевич. Это Репещук Максим Борисович. Это Перевозников Максим Эдуардович. И за каждым из этих имен стоит очень большая работа и очень большая самоотверженность. Я, безусловно, всегда признаю это. И отдел отмечен главой был по итогам работы за год. Мы получили благодарность. И эта благодарность – это их работа. И за это им большое спасибо. А если говорить о наступившем уже 2019-м, какие у вас планы? Чем будете удивлять молодежь города, помимо тех планов, которые у вас есть? Планов громадье, как говорится. Сейчас, 23 января, у нас начнется традиционный месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы, который продлится 23 февраля. Почему именно в это время он проводится? Потому что вот в этот промежуток были во время Великой Отечественной войны, мы прошли очень важные даты. Ну, например, это 27 января, день полного снятия блокады Ленинграда, 44-й год. 27 января 45-го года сейчас отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Почему именно в этот день? Потому что в этот день советская армия, Красная армия, освободила печально знаменитый концлагерь Освенцин. 28 января освобожден город Горячий Ключ. 3 февраля закончилась Сталинградская битва, знаменитая, да, в которой в Сталинградский так называемый котел попало порядка 270 тысяч живой силы противника вместе с фельдмаршалом уже Павлюсом. У нас очень большая работа запланирована, очень много будет мероприятий. Мы будем организовывать как их на базе Товарищеского объединения Перекресток, масштабные хорошие мероприятия с приглашением ветеранов, с приглашением героев, так и будет работа проходить по школам, также будет отмечаться 30-летие вывода войск из Афганистана, соответственно, тоже в этом направлении будет вестись работа. Если говорить о мероприятиях крупных, которые в принципе в этом году у нас будут, ну, безусловно, мы готовимся к Дню молодежи, уже начали анонсировать мероприятия, мероприятия, планируем провести совместно с клубом Халк всероссийский турнир, крупный по кроссфиту, будет интересно, это будет 29 июня проводиться, время и место подробнее уже потом подскажем. Недавно у нас родилась такая идея «Поле чудес», мы хотим провести эту игру среди учителей школ города, именно женской половины, потому как приурочиваем это к 8 марта. Будут хорошие призы, будет интересно, будем приглашать. Естественно, мы будем участвовать к мероприятиях, посвященных Дню города, у нас в этом году юбилей, 155 лет со дня образования, тоже планируется очень масштабная, большая, красочная программа, я думаю, что жителям она очень понравится. Вот если по крупным мероприятиям, то это не всё, но я просто не буду говорить о некоторых, потому что это ещё готовится, анонсироваться будет, у нас есть очень много интересного и хорошего. Пока не будем об этом говорить, оставим, сохраним интригу. И всё же, если подвести какие-то небольшие итоги, работа отдела молодёжи, это работа на статистику или работа ради молодёжи? Совсем недавно мы проводили одно из мероприятий, и человек, который проводил с нами его совместно, решил немножко подшутить над коллективом и сказал, что, ну вот, провели мероприятие, поставили галочку. Реакция коллектива была мгновенной, все были оскорблены, были обижены, и это было на самом деле непоказное, это было от всего сердца. Люди очень близко относятся, очень близко к сердцу относят свою работу, сделают её с душой. О статистике речь не ведётся, никто об этом даже не думает. Это основная задача, это, конечно, чтобы мы были интересны, чтобы молодёжь с нами была, чтобы она к нам шла, и чтобы всё было хорошо. Желаем вам удачи, успехов и достижений тех высот, которые вы поставили. Спасибо вам. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.